Дорогие друзья, представляем вам один из самых удобных и экономичных сайтов по поиску и покупке авиабилетов, а также бронированию отелей. Если вы хотите хорошо отдохнуть и при этом не переплачивать, добро пожаловать на сайт. Ссылка в описании. Всем привет, дорогие друзья! Сегодня мы приехали в удивительное место, в магазин Оливита, где продается самое натуральное в мире оливковое масло, мыло на основе оливкового масла, натуральной оливки и варенье домашнего производства. Давайте пройдем, познакомимся с владелицей магазина и послушаем, что она расскажет интересного о производстве оливок и как правильно выбрать, самое главное, выбрать качественное оливковое масло. Магазин Оливита находится в центре на улице Дамлаташ. Вы без труда найдете этот магазин и, конечно же, в описании к видео следуйте по ссылке. Добрый день, меня зовут Наталья Эркек. Спонтанно в этом году мы решили открывать магазин оливкового масла здесь, в центре Алании, на улице Дамлаташ, где мы предлагаем оливковое масло премиального класса, обязательно это у нас холодный отжим, оливки, варенье и мыло на основе оливкового масла. Немного расскажу о наших видах оливкового масла. Есть у нас такое масло с высоким содержанием полифенола. Полифенолы это растительные антиоксиданты, которые помогают в организме оздоравливать его, снимать лишний сахар, уменьшать сахар, плохой холестерин. Все наше масло обязательно холодного отжима, так называемый экстра-верджин. То есть мы собираем оливки, отжимаем их в минимальный срок со время сбора. Собираем их рано, когда они едва-едва начинают менять с зеленого на розовый. Таким образом оно сохраняет все свои полезные вещества и дарит эти витамины, эти, ну скажем так, все полезное для вас. Также у нас мыло на основе оливкового масла. Это произведено на фабрике фирмы Оливас. Эта фирма изготавливает мыло для таких стран, как Америка, Италия, Япония. Ну и, конечно, очень мало производит для Турции. Я думаю, что вам будет интересно его посмотреть именно у нас в магазине Оливита. Мы можем с вами также поговорить и попробовать. Такие виды масла из сорта оливы Айвалык, Товшан Юрье и Домат. Эти разные сорта дают абсолютно разные вкусы, но вкус описать, наверное, сложно будет, пока его не попробуешь. Поэтому обязательно заглядывайте к нам и попробуйте непосредственно у нас в магазине. Есть небольшие упаковки оливок зеленых и черных. Все это сделано органическим способом, без добавления каких-то химикатов. Поэтому все наши продукты органические, чистые и принесут вам только пользу. Наталья, спасибо вам большое, что пригласили нас в такой прекрасный магазин. И прежде всего огромное спасибо, что вы открыли такой магазин. Потому что, например, я в оливковом масле, ну, как обычный потребитель, я ничего не понимаю, да. И благодаря вам я начала открывать для себя совершенно другой мир. Ну, вот то, что касается оливкового масла, непосредственно. Какое масло покупать, да. Что, как его использовать, каких видов бывает оливковое масло и так далее. Ну, об этом вы расскажете немножко позже, да. А сейчас расскажите, пожалуйста, про ваше волшебное масло. Какие виды у вас есть? Мы с удовольствием принимаем вас у нас в нашем магазине. И, наверное, мы начнем с первого масла. С нашей черной этикеткой. Мы дали ему такую черную этикетку, так как это премиум класс. Это именно то масло, которое содержит высокие полифенолы. В прошлом году я впервые услышала это слово полифенолы. То есть это растительные антиоксиданты. И для меня стало интересно, что это такое. Во-первых, оливковое масло это сок. Сок фрукта. Потому что сама олива является фруктом. Оливки это фрукты? Оливки это фрукты. Даже по определению, в любой, зайдите в энциклопедию, оливки это фрукт. И только фруктовые деревья, например, в вине, точно так же в красном вине, вы можете найти полифенолы. Они немножко другой группы. Но это растительные антиоксиданты. Вот точно так же. Ну, виноград это фрукт. И наша олива это тоже фрукт. И поэтому, чем чище и чем свежее сама ягода, тем полезнее и тем вкуснее масло, произведенное из этого фрукта. Полифенол. Какие особенности вот у этого масла? У этого особенности. Вы можете его не просто добавлять в салат, да, а просто пить натощак по утрам для своего общего оздоровления. То есть оно идет еще как и... Лечебные эффекты. Да, лечебные эффекты. Вы знаете, вот наши учителя, они просят нас говорить о том, что все-таки оливковое масло нельзя называть лекарством. Но я хочу сказать, что польза от него очень большая. Я проверила это на своем опыте. Это проверили большой круг моих друзей. И все с уверенностью могут сказать, что да, это помогает. Естественно, что вам нужно поработать с врачами, чтобы они конкретно вам прописали какую-то диету, сочетание какие-то витамины. Но все жирорастворяющие витамины полезно пить именно с оливковым маслом. И эти антиоксиданты, они как катализатор помогут действовать вот этим всем полезным веществам в вашем организме. Еще можно один вопрос. Совершенно бытовой. Можно ли жарить на оливковом масле? Вообще можно. Вообще можно. Но это лучше делать следующим образом. Сначала вы маринуете свою еду, например, мясо, рыбу, птицу. И потом вы запекаете ее в печке. Вот так это будет самое полезное. То есть в ваш организм поступит меньше жиров, плохих жиров. Хорошо, что оливковое масло не производит канцерогена. Оно не производит? Да, не производит канцерогена. То есть пожарил на оливковом масле, а потом второй раз еще на это... Нет, нельзя. Нельзя. С сожалению, нельзя. Так я вас не обрадую. Вы знаете, единственный вид оливкового масла, на котором можно многократно жарить, это перина яа. Если мы говорим по-турецки. В английской аппревиатуре это помаз. Это масло, которое отжимается при помощи высоких температур и добавлении химических препаратов, да, в нее, чтобы отжать уже сам все, что осталось в нем. Вот на таком масле у нас жарит Макдональдс. У нас очень многие сети фастфуда. Вот это масло не образует абсолютно канцерогенов, и после очищения его можно еще и еще раз использовать. В нем, разве, остается какая-нибудь... Полезных веществ в нем нет. Если вы просто хотите, чтобы зажарить и с хрустящей корочкой покушать что-то, да, то тогда вот это масло можете использовать. Но, чтобы оставлять полезные все свойства, вам нужно кушать оливковое масло без применения температур. То есть это в салатах, соусах, добавления к чему-то, как вот подлива, там, мариновать в нем. Вот только в таком случае оливковое масло отдаст вам, передаст вам здоровье. Скажите, пожалуйста, у вас два вида оливкового масла, ну, вот как по этикеткам, да, я вижу? У нас даже три, да, у нас даже три. А, одна такая зелененькая, желтая и черная. Все три вида, это класс Extra Virgin, то есть это холодный отжим. Первый у нас, и почему он самый дорогой, потому что это ранний сбор. Второй и третий вид, это чуть позже сбор, да, но все отжито при температуре до 30 градусов. Поэтому, чем меньше температура отжима масла, тем больше полезных веществ он сохраняет. Но, к сожалению, тем меньше масла фрукт отдает вот для производства, да, то есть из него меньше получается, допустим, из 10 килограмм вы можете получить, вот первый, да, у нас всего лишь 3 или 4 литра масла. Из этого 5 или 6, но в лучшем случае 7 или 8. То есть это очень затратное производство, поэтому цена, она выше, чем обычное рафинированное масло. Немного поговорим о мыле. Немного поговорим о мыле, да. Как вы видите, в магазине Оливита есть не только оливковое масло, но и мыло с оливковым маслом. На основе оливкового масла, которое у нас произведено. Но я вижу, что еще с какими-то другими ингредиентами есть. Очень много добавок. Эта фирма выпускает широкую линейку мыла с такими ароматами, как роза, ромашка, есть тимьян, есть лавровый лист, есть с медом. Вот то, что вы держите в руке. Вы вот сказали недавно, что это очень хороший подарок, допустим, оливковое масло привезти из Турции. Но мыло я вот считаю очень даже идеальным. В основном все везут что? Магнитики. Вот я даже иной раз, скажем так, ну мне не нравится, когда люди покупают магнитики. Потому что магнитик его повесил на холодильник и забыл там, ну иной раз там как бы подругам рассказывает, что ой, а мне магнитик там, допустим, из Турции привезли. Мылом же будет человек пользоваться каждый день, вдыхая ароматы, вспоминая вас хорошими словами. А вот это мыло, кстати, прям медом пахнет. Медом, это в него действительно добавляют настоящий мед. Вы знаете, я вот не взяла сюда показать. Для мужчин? Для мужчин серии есть, они не забыли про наших мужчин. Вообще серии очень достаточно интересные. Можно покупать для ребенка, есть такие вот упаковочки, внутри веревочка на мыле. Это для того, чтобы можно было мыло надеть на руку и мыть ребенка. И тогда ваша мыльца не упадет в ванночку, ребенок не подскользнется. То есть они даже подумали о безопасности. Из этой же серии есть вот такой порошок, да. Ну, порошок, скорее всего, что мыльная стружка. Вы можете ею постирать детское велишко, что оно гипоаллергенное, во-первых, для детской кожи. То есть вот те мамочки, которые заводятся именно, или есть аллергики детки, это вот самое лучшее средство для скидки вилка. Как хорошо. Да, вот такую же можно мыльную стружку, это для ванночек. Если вы любитель, допустим, для рук, для ног, да, они размягчат вашу кожу, подготовят, ну, либо для профессиональных целей, да, то есть для маникюра, педикюра может подготовить кожу. Либо просто вот для приятного каких-то ощущений. Ой, пахнет. Оно чудесно пахнет, да. Добавляются аромамасла, натуральные аромамасла. Есть вот такая серия в коробочке, три штучки разных. И, значит, что мне подсказали мои покупатели. Они купили три разные коробочки, и сейчас они вот как бы три мыла составят, да, в одну коробочку составят разных три мыла, и будут дарить своим вот. Да, здорово вообще. И вот это вот с ароматом орхидеи, да? А какой еще, какие еще ароматы есть? Вы знаете, есть фиалка, есть роза, есть, конечно же, марива. О, это же просто по запаху. Очень красиво, красиво. Очень, очень. Вы знаете, во-первых, эта фирма завоевала первое место в Турции по дизайну упаковки. А вот в этой серии еще из четырех, вот здесь вот наборчик из четырех, да, штучек мыла. Есть еще вот такой чудесный с поленом. Мыло с поленом. Но, конечно же, нужно быть очень аккуратным. У кого есть аллергия, то, к сожалению, им пользоваться будет. Значит, что здесь у нас? Два вот таких вот кусочка мыла, но чудесные, абсолютно, упаковки. Это называется османская серия. Они есть разных-разных видов, вот такие вот упаковочки. Я считаю, что это вот, ну, подарок номер один. Ни о чем не нужно думал, выдумать, купил и подарил. Все. То есть вот сама фирма, она подумала за нас обо всем. И о мужчинах, и о женщинах, и о детках. И о подарках. И о подарках, да. То есть на каждый день и на... А даже самому при этом купить и поставить дом. Вы знаете, я занимаюсь творчеством, и мне пришла вот такая идея, что эти коробочки можно употреблять, потом задекорировать их. И, скажем так, это еще продолжить им жизнь. И экологически, да, мы сохраняем меньше, даем земле мусора. Вот. Ну и, скажем так, продляем жизнь самой коробочки. Ее сделать достаточно сложно. И найти вот, даже если вы в любом магазинчике подарков, да, будете искать такую упаковку, то я думаю, что сама упаковка будет стоить столько же, сколько она стоит вместе с мылом. А здесь вам еще и ароматизованная коробочка. Вот таким вот. И вот я считаю, что очень простая, но очень действенная такая вот серия. Оливас. Это корица коричневый, да, и белый. Это обычный, конечно, снова на основе оливкового масла. Корица просто потрясающая. Потрясающий, да, запах у нее идет, он долго длится. Можно положить просто такие кусочки мыла в белье, чтобы он наполнял запахом ваш шкаф. Либо уже мыться. И вот оно сделали, они такой небольшой, да, бонжик назад, бонжик. Да, да, такая маленькая деталька. Но я считаю, что это очень вот прям как бы говорит о себе, что это именно турецкий подарок. То есть сделано с душой, практичный очень и эстетически красиво. Я бы еще бы хотела немножко пару слов рассказать про наши оливки. С оливками немножко попроще. Они есть всего лишь трех видов. Зеленые, черные. И еще есть селе, если мы говорим про турецкие оливки. Селе готовится, немножко высушиваются. И они такие сморщенные, они очень красивые. А эти же готовятся в рассоле. Оливки сами по себе очень горькие. И если вы возьмете ягоду с дерева и захотите ее попробовать, вам вряд ли она понравится, этот вкус. Потому что он ужасно горький. И для того, чтобы убрать эту горечь, его вымачивают в соленом растворе. Вымачивают очень долго, в течение шести месяцев. При больших производствах, чтобы ускорить этот процесс, применяют органическую химию. Что, к сожалению, не очень полезно для вашего организма. Поэтому выбирайте то место или покупайте в том месте, где вы точно знаете, как оно было произведено. Про черные оливки могу рассказать такой секрет. Когда вы съели оливку, посмотрите на ее косточку. Если косточка темно-черного цвета, это однозначно применялись какие-то химикаты для его вымачивания. Если же она такого светло-коричневого, коричнево-сероватого цвета, то оливки были произведены натуральным способом. И самое последнее, о чем я хочу вам рассказать, это наше варенье. Мы его варим сами, только при добавлении сахара. Больше ничего в нем нет, ни пектинов, никаких желирующих или консервирующих средств. Готовим их из сезонных фруктов. Например, если сейчас в продаже вы видите абрикосы, то у нас есть абрикосовое варенье. Если еще остаточки апельсинов есть в продаже, значит вы увидите на полках нашего магазина апельсины. Готовим клубнику сейчас, готовим персики, готовим нектарины. Так что приходите, будем рады вас угостить. И возьмете на свой стол вкусные и полезные джемы, оливки и оливковое масло. Вот такое вот удивительное приключение мы совершили сегодня в мир красоты, здоровья и оливкового масла. Благодаря Наталье и ее магазину, который называется Оливита. Спасибо большое, что нам все показали, рассказали. Ну и самое главное, друзья, когда вы приезжаете в Аланию в отпуск, обязательно приходите и покупайте не только удивительно вкусное и полезное оливковое масло, но и мыло, как сувенир. Ну и, конечно же, для себя и особенно те, кто живут в Алании и в Турции. Ну, мне кажется, это грех питаться неправильно. Ну, когда есть такое удивительное, простое и качественное масло, пожалуйста, приходите, пробуйте. Мы обязательно дадим вам прежде попробовать его, прежде купить. Это наше отличие от супермаркета, где вы просто выходите и по этикетке выбираете. Я, как дегустатор, профессиональный дегустатор оливкового масла, помогу вам понять, что такое качественное масло и как найти качественное масло. Да, друзья, поэтому всем добро пожаловать в магазин, в магазин Оливита, который находится практически в центре Алании. В описании под этим видео мы оставим ссылку на сайт, на фейсбук, ну, в общем, все контакты, которые есть у магазинчика. Поэтому всем добро пожаловать в магазин Оливита. Добро пожаловать, будем рады вам всем.